Независимо от того, пользовались ли ранее. Независимо от того, пользовались ли ранее. О практике надзора за исполнением законодательства о санаторно-курортном обеспечении военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Проведенными Главной военной прокуратурой надзорными мероприятиями было выявлено несоответствие отдельных нормативно-правовых актов требованием федерального законодательства. В силу пунктов 4 и 5 статьи 24 Федерального закона о статусе военнослужащих право на социальные гарантии и компенсации, в том числе на санаторно-курортное лечение и медицинскую помощь, за членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца, сохраняется независимо от того, пользовались ли они ими при жизни военнослужащего. Вместе с тем под пункты Д и Е пункта 1 порядка санаторно-курортного обеспечения в вооруженных силах Российской Федерации, утвержден приказом министра обороны России от 15 марта 2011 года номер 333, предусматривали возможность направления в санаторно-курортные организации на льготных условиях лишь тех вдов, вдовцов, военнослужащих, а также членов семей старших и высших офицеров, погибших, умерших, После увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более, которые пользовались правом на санаторно-курортное лечение при жизни военнослужащего, министрам обороны РФ внесены изменения в порядок санаторно-курортного обеспечения в вооруженных силах Российской Федерации. В связи с изложенным главной военной прокуратурой осуществлено прокурорское реагирование. В рамках его реализации министром обороны РФ 15 ноября 2018 года был издан приказ номер 654 о внесении изменений в порядок санаторно-курортного обеспечения в вооруженных силах РФ, утвержденный приказом министра обороны РФ от 15 марта 2011 года номер 333, согласно которому право на социальные гарантии и компенсации, в том числе на санаторно-курортное лечение, за членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца, сохраняется независимо от того, пользовались ли они ими при жизни военнослужащего. Подчеркивание, подполковник юстиции Евгений Курицын, военный прокурор 2-го отдела 2-го управления главной военной прокуратуры. Продолжение следует...